Всем привет! Всем огромный привет из Канады! Добро пожаловать на мой канал! Наконец-то у меня дошли руки сесть и записать видео о том, что я привезла из Америки, из Нью-Йорка. Я особенно там не делала шоппинг, но кое-что я себе купила. Я там рассказывала, что я набрела на винтажном магазине Джерси у моей племянницы. И возле моей сестры я немножко пошопилась в Бруклине. Там такой есть магазин. Сейчас расскажу, что к чему. Все это украшение и одна малюсенькая сумочка. Одежду я не привезла. Собственно, не ходила по магазинам, поэтому вот так, только так. Давайте начнем с украшений не винтажных, которые я купила у моей сестры, недалеко от ее дома. Можно сказать, на углу. Вот так выходишь, сразу на углу. Есть магазин. Хозяева, кстати, русские. И в нем продается... Это, знаете, такая мини-версия вот Marshalls, TG Maxx, вот этих вот магазинов. Только Marshalls это как бы сеть. А этот магазин один. Он стоит такой сам себе одинокий. Его держат люди, которые его открыли. И вот они... Если вы знаете систему вот этих TG Maxx и Marshalls, что остатки какие-то коллекции и что-то такое, в общем, завозят туда. В общем-то, продают намного дешевле, чем они были в магазинах. Это такой аутлет... Аутлетов. То есть с аутлетов завозят уже, когда то, что не продается в аутлете, продают в эти магазины. И они эти вещи продают у себя. Каждый раз, заходя в этот магазин, я нахожу там какие-то совершенные сокровища. То я, в общем-то, нашла там кожаный замшевый власть шикарный. Прошлый раз, когда я была голубого цвета, очень дорогого бренда американского. То еще что-то. То есть там очень-очень много всего висит, лежит. В общем-то, вещей, которые такие... Ну, надо бы ковыряться, короче говоря. Причем там есть такие марки. Например, в этот раз я набрела на вещи Max Mara Weekend и Pinko. Купила я только украшения от Max Mara Weekend, потому что было несколько платьев Pinko Extra 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 Small, которые я даже близко не могла к себе никак. Даже прикладывая к себе, я видела, что это платье ровно половина от меня. Были очень красивые сапоги Max Mara. Не Weekend, а именно Max Mara, но не было моего размера. Были красивые туфли Pinko по 35 долларов. Сапоги стоили сотню, по-моему, а туфли Pinko были 35. Тоже не было моего размера. Вот эти платья Pinko тоже были 25 или 35 долларов. Ну, в общем, копейки, короче говоря. А вот украшение, которое я купила, это бренд Max Mara Weekend. И здесь есть цены, в общем-то, ценники, которые... То, что это стоило в магазине, так я вам хочу сказать, что я вообще купила это даром. Так, давайте начнем. Мне даже дали в одном из них мешочек, причем... То есть это не подделка никакая, ничего. Это совершенно все вот с такими вот этикетками. Здесь мне дали мешочек Max Mara Weekend. Одно из них было с мешком, остальные без. Жалко. Значит, первое украшение вот такое вот, как будто бы колье. То есть не как будто бы, а действительно колье. Шикарное, нарядное. Сейчас, наверное, надену, продемонстрирую, потому что оно, в принципе, такое крупное, что его можно так одеть и, в общем-то, будет видно. Вы видите, такая сетка, сделанная с камнями, с жемчужинами и черными стразами, да? Я уже даже не вижу, плохо вижу вязычку. Да, и черными стразами. Вот тут висит Max Mara, если вы видите. Все эти украшения стоили 20 долларов в этом магазине. А вот, пожалуйста, этикетка от него. И на ней написано 175. Видно, да? Нет? Не видно, не знаю. Короче, 175 долларов. Я считаю, что это очень выгодная покупка. Единственное, что тут как бы украшение разное. Такое крупное, большое. Остальные такие маленькие. Я вообще считаю, что они все должны были быть в разную цену. Ну, ладно. Поскольку хозяин барин, магазин такой немножко, знаете... Ну, такой. Небольшая сеть, а какой-то такой маленький магазинчик. Поэтому они там назначают цену совершенно от фонаря. Ну, вот так вот оно выглядит. Может быть, я потом еще одену на себя и сниму отдельно. И поставлю сбоку, может, фотографию. Потому что так трудно, конечно, это все примерять. Значит, это одно украшение. Второе украшение. Это такое... Видите, они еще у меня все с атикетками. Я не носила их еще. Здесь мешочек мне не дали, к сожалению. Здесь цены нет. Но здесь написано, сделано в Италии. Здесь тоже сделано его, как бы, маркировка Максмара. Я не знаю, вам видно. Наверное, отсвечивает. Короче, такая цепь. Интересная довольно цепочка. И на кулон такой на конце висит. Кулоном такая, знаете, металлическая, такое состаренное золото и черный коралл. Очень интересно. Мне кажется, оно очень интересное. Там было много, на самом деле, украшений. Я купила три. А было еще очень много. Но они были такие огромные, массивные. Некоторые из них, ну, просто вообще... Знаете, я такая женщина аппетитная в росте. Не в ширину, а в высоту. Поэтому мне, как бы, такие очень-очень большие, очень массивные украшения. Хотя я ношу, но, знаете, длинные цепи, вот с такими огромными, такими, какими-то прям медаль золотая, олимпийская. Мне как-то это не очень, поэтому я их не стала брать. А вот эти вот, очень даже симпатичные. Вот такое. Тоже потом померю, поставлю. И еще одно украшение. Вот такая вот интересная. Довольно летняя, я так понимаю, что какие-то остатки от каких-то летних коллекций. Вот такая вот тоже, знаете, вот интересная очень цепочка. Сделана вот таким образом, что на конце здесь вот такая вот звездочка. Тоже есть написанный Max Mara Weekend. Здесь такие три бусины. Но это не бусин, это пластик, конечно. И вот так вот оно, знаете, как-то продето таким вот образом, что можно надевать на себе, делать ее разной длины. То есть вот это вот можно поднять выше, можно вот так вот надеть, что оно будет с самого края. Ну, в общем, такой вот фасон. Вот такая вот здесь звездочка симпатичная. И это дело стоило, здесь есть цена, 135 долларов. Сделано в Италии. Я купила за 20. Вот, смотрите. Не знаю, видно или нет. Ну, в общем, таким вот образом. Это, собственно говоря, не винтажные, не секонд-хенда. Это три украшения, которые я купила. В общем-то, и все. Теперь из винтажных украшений. Ну, винтажные. Некоторые из них действительно винтажные, некоторые просто красивые брошечки. Я, наверное, сейчас схожу за очками, потому что мне надо будет читать. Потому что некоторые из них я нашла онлайн, что они как называются, а некоторые нет. В общем, поэтому я сейчас схожу за очками, мне надо будет почитать некоторые из них названия. Вот что значит не подготовиться к съемке. Вместо того, чтобы принести очки сразу, я... Ой, сейчас я себя вижу, другое дело. У меня такой круг мой отсвечивает в очках, это не очень красиво. Так, давайте, знаете, с чего начнем? Начнем с пояса. Это пояс. Вот такая вот змея. Вот с такой вот головой. Красоты необыкновенной. Я, когда его увидела, я просто не могла от него оторваться. А потом, когда его... Я его купила без того, что я знала, что это и к чему. А потом, когда я нашла, обнаружила, как бы, что это за штука, что это за вещь, я очень обрадована. Потому что вещи там стоили... За это пояс я заплатила порядка 5 долларов. Все вот эти там брошечки стоили где-то и колье 5-10 долларов. Значит, сейчас я вам объясню, что это такое. Застегивается он таким образом. Вот здесь вот голова как бы открывается. Сюда засовывается его хвост. И вот таким вот образом он застегивается. Змея, кусающая свой хвост. На конце змеи, это видите, тоже такой наконечник. Очень красиво. Сейчас я вам расскажу, что это. Я нашла это в интернете. Значит, я нашла на eBay и еще на некоторых веб-сайтах вот точно такой вот пояс змея в некоторых местах. И написано, что это винтажная вещь, потому что это 70-е, 80-е. И это компания Whiting & Davis. Судя по всему, компания известна, потому что в разных источниках он стоит в одном месте 125 долларов, в другом месте я видела там за 90-140, в общем, разные варианты. Причем он есть разных вариантов. Этот пояс есть просто без камушков зеленых, просто золотая, есть серебряная, есть с другими камнями. В общем, это потрясающе красивая вещь. Насколько я поняла, почитавши как бы про эту компанию, именно про этот пояс, это довольно известная вещь, которая была там в 70-х, эта компания сделала этот пояс. Разные его вариации, есть колье такие, есть такие браслеты. В общем, это был какой-то их, в общем-то, трейдмарк, и они довольно были популярны в свое время. Здесь есть маркировка. Я долго искала, потому что очень важно в старых винтажных вещах, чтобы была маркировка, маркировка, потому что даже то же самое, но без маркировки, оно как бы теряет свою цену. Маркировка находится вот здесь, вот где-то вот, вот тут вот, под язычком этой змеи, вот тут. Я видела как бы в онлайн, на ebay я видела вот именно такие пояса, и там было написано, что именно с маркировкой, и было показано эта маркировка, и я долго ее искала и нашла. Она такая бледная, немножко стершаяся, но в принципе она есть, поэтому, в общем-то, как бы он оригинальный, и он вот именно с маркировкой стоимость его немножко становится выше. Я прошу прощения, у меня произошла авария, мой стенд с телефоном начал заваливаться. Я надеюсь, больше этого не произойдет. Так, бусы. Итак, бусы, что я хочу? Я прервалась, немножко растерялась. Вот эти бусы, я в них снимала в магазине КОС. Я в них была, я вам говорила, что я вот их купила тоже в этом винтажном магазине. Я не знаю насчет того, винтажные они или нет, но вы знаете, вот в винтажных магазинах, особенно в этих американских маленьких городках, там просто продаются вещи. Ну, такой винтаж секонд-хенд, что-то из них действительно винтаж, что-то из них абсолютно не винтаж, но, в общем-то, вещи такие, какие-то рендомли, которые собирают, им приносят, сдают. И, в общем-то, я не могу утверждать, что все они винтажные. Ну, вот пояс точно, потому что он, я нашла его описание, и он действительно был сделан в 70-х, в конце, в начале 70-х. Да и видно, по нему моза такая, знаете, была в те времена. Я нашла на этикетке, эти бусы были новые, к ним была приделана этикетка производителя. Там, к сожалению, не стоял год производства, но было написано, что это зеленый агат. И таки видно, знаете, вот камень такой блестящий переливается, и он такой тяжелый, холодный, в общем-то, обработка вот такая вот. Ну, я не знаю, на камере, может, не очень видно, но он действительно такой красивый. Все-все-все возможные оттенки зеленого, причем такого травянисто-зеленого, светло-зеленого, ментолового, в общем, много-много-много чего. В нем много цветов, и он очень-очень красиво блестит и переливается, действительно, как настоящий камень. Застежка серебряная здесь была написана в описании. Ну, и он, бусы эти... Ну, вот, не знаю насчет винтажности, но видно, что это, как бы, ну, такой, знаете, фасон не самый современный. В общем-то, сейчас, как бы, делают немножко другие вещи, а это именно такие классические шарики, обработанные именно вот такой... Они, видите, ограненные... Ограненные таким... Такой огранкой, что они, в общем-то, блестят. И они не совсем шарики, они сделаны вот такой... С такой огранкой. Я не могу сказать название, ничего-то забыла, вылетело мне из головы, но вот эта вот огранка, она очень придает блеск. И они очень красиво выглядят на шее, но вы видели меня в моем блоге. Я в них уже была, особенно, когда их надеваю с какой-то золотой... золотой цепочкой или с чем-то еще. В сочетании с чем-то они вообще выглядят очень красиво. Так, за них я отдала 10 долларов, они были немножко дороже, потому что это натуральный камень, как бы, ну, вот. Это чокер. Следующие бусы, ожерелье. Это компания Моне. Это довольно известная компания, которая делает бюшотерию. Они, по-моему, существуют до сих пор. Очень много в американских и в канадских секондах и винтажных магазинах есть этой компании. Я нашла тоже этот чокер онлайн в интернете. Ага, я нашла похожий немножко, нашла такой, в общем, короче, да, написано, что это 70-е, 80-е. Стоит он порядка не очень дорого, где-то в разных источниках по-разному, от 25 до 50 долларов, зависит от его размера. Вот они такие, есть немножко пошире, есть побольше, в общем-то, даже за 100 я видела в одном месте. Точно такой же, но у него здесь еще как будто бы маленький такой подвесочка такая. Ну, я вам хочу сказать, что то, что вы видите цену, например, на eBay или на Amazon или еще где-то, это не значит, что за эти деньги эта вещь продана. То есть, то ее выставляют там за 50 долларов или за 100, это не значит, что ее кто-то купит за 100 долларов. Но, по-любому, здесь есть маркировка вот с этой вот стороны, конечно, не видно, я, может, потом сниму поближе, но она такая, знаете, стертая и довольно такая плохо-плохо просматривается. Но, в принципе, как бы я по описанию и по картинкам я вижу, что это именно вот это самое на Жире Лимоне именно в 80-е годы, потому что фасон такой, вот знаете, когда-то были модны вот эти чокеры, но, если честно, мне кажется, что он не вышел из моды. Вот так вот его можно надеть совершенно спокойно сейчас, прекрасно носится и абсолютно хорошо выглядит. Особенно сейчас модны эти цепи все, но это как бы не цепь, но мне кажется, что вот такая вот вещь, она никогда не выходит из моды, причем за счет того, что это хорошая, в принципе, хорошая компания бижутерная, она очень качественная, она нигде не облезла, застежка работает, она совершенно как новая и не потеряла ни блеска своего, не вышла из моды, поэтому вот, в принципе, очень удовольна этой покупкой, особенно, что это маркированная цепочка, и она, в общем-то, ну, не то, что имеет уж очень такую большую стоимость, но, вы знаете, для меня винтажные украшения, вот старые, чем старше, тем лучше, конечно, они, это вещь, которая имеет историю, вот, например, пояс, это какая-то такая, знаете, трендовая вещь была когда-то, вот, много лет назад, ее носили самой модной модницей, обладать этой вещью считалось очень престижно, вы понимаете, и, в принципе, приобрести эту вещь сейчас, вот за это я люблю винтаж, что это, в общем-то, понимаете, это вещь с историей, это вещь, которая имеет какое-то, знаете, уже такое большее даже культовое значение, чем значение материальное, или там, что на это можно заработать, как-то ее продать, в общем-то, я ничего не продаю из своих вещей, которые я покупаю, у меня коллекция, я все храню, мне жалко с ними расстаться, может быть, когда-нибудь я начну продавать, когда у меня кончится место в доме, потому что, на самом деле, продаж таких вещей, ну, стоит она, допустим, продам я ее за 25 долларов, купила я ее за 5, ну, что, я заработаю 20-ку, плюс пересылка, плюс надо заплатить ebay налог, в общем-то, я заработаю на варт-яи, что называется, 10 долларов, это не для заработка, а просто вот для коллекционера, они такие, такие коллекционеры, а дальше у меня есть, я нашла вот такую штуку, мне попадались видео про винтажный и секонд-хендовские украшения, вот эти вот украшения такого типа, я точно не знаю, оно как бы выглядит, как такой египетский, знаете, как скоробей какой-то, как жук такой, сделаны они обычно из какого-то камня, из пористого материала, это даже не камень, и как вот такой, знаете, как какой-то, не знаю, задрудняюсь сказать, вот эти вот бусины, сделанные, по-моему, из дерева, очень похоже на дерево, а вот эта вот бусина большая, она, надо было мне подготовиться и почитать, из чего она сделана, если честно, я не помню, я тоже нашла ее где-то в онлайне, в продаже, эти бусины тоже, они, видите, имеют на себе какой-то рисунок, это такая немножко, знаете, как будто бы этническая, культовая вещь, есть такие браслеты, есть очень много вещей, именно вот, вот такой вот, вот такой вот формы, я искала давно, мне очень они не нравились, потому что она, она такая интересная, в общем-то, необычная штука, сделана она, видите, на цепочке с такими под золотом бусинами, выглядит она на, на шее, очень симпатично, ну, прикольная такая, особенно, знаете, какими-то ансамблями боуха, вот, мне кажется, очень классно будет сочетаться и выглядеть, так, пойдемте дальше, клипсы, серьги, вот, знаете, вот такие вот серьги на винтах, видите, вот таким образом, посмотрите на них, какие они красивые, и это не просто так, если вы посмотрите вблизи, смотрите, японский рисунок, как будто бы аппликация, видите, оно не просто так нарисовано, оно именно сделано аппликацией, как же мне так показать, я, наверное, потом тоже фотографию сделаю, трудно показать, чтобы это было видно, здесь тоже есть маркировка, и вот это, вот такую вот штуку я нашла, нашла онлайн, это называется Toshikani Japan Porcelain, Toshikani, это, наверное, название японское, написано, что это фарфор, но на самом деле, мне кажется, что это не, да, наверное, здесь металлическая, металлическая пластинка, сверху, сверху, пластинка фарфоровая, написано, что это, в общем-то, коллектабл, что значит коллектабл, это значит, что это, в общем-то, имеет ценность для коллекционеров, то есть, это не просто так сережки, а такие, известная вещь для коллекционеров, изображена вот эта золотая пагода, напротив, напротив горы Фуджи, и цветущая розовая, цветущая розовая японская вишня, значит, написано, что это выполнено вручную, раскрашено вручную, на 3D фарфоровой, фарфоровой пластинке, вот так, то есть, в общем-то, как бы это, так это и выглядит, в общем, тут очень описан, очень-очень сложный процесс, как это все было сделано, и компания эта, которая делает эти серьги, был основан в Токио в 43-м году, на волне европейских украшений, которые стали поступать в Японию, и, в общем-то, японки очень любили носить европейские украшения, поэтому японцы решили, почему бы нам не создать самим, самим бренд, который будет наш японский бренд, вот такая история, стоимость их я не нашла, искала, искала, я просто нашла описание их, но я нигде не нашла, где они продаются, поэтому сколько они стоят, не знаю, потому что они называются collectible, это, в общем-то, вещь, которую собирают коллекционеры, и это всегда не очень дешево, еще один я кулон забыла, уже перешла к серьгам, значит, маленькие кусочки аметиста на цепочке сиреневые, и вот такой вот кулон, потрясающей красоты, сделан он в технике клоазане, если девочки, которые увлекаются ювелирными винтажными украшениями, знают, что это такое, это эмалевая роспись, знаете, когда на пластине выкладываются тонкие металлические проволоки в виде рисунка, и потом между этими проволоками заполняется эмалью, вот между этими перегородками разного цвета, он очень красивый, он такой нежный, он просто потрясающе красивый, я вблизи, наверное, не видно, но, в общем-то, он выглядит тоже очень нежно, очень красиво на шее, красиво, правда? очень длинное видео, девочки, я понимаю, что я затягиваю, но уж очень хочется похвастаться. Следующее украшение, это вот такая вот очаровательная брошечка, вот такая вот очаровательная черепашка с разноцветными камушками, супер-супер красивая, супер нежная, супер интересная, никаких на ней нету маркировок, но я тоже нашла такую же черепашку онлайн, я думаю, что она винтажная, потому что, ну вот, по качеству производства, по кристаллам, по тому, как они блестят, можно сказать, что она винтажная. Следующее, это очень-очень милая, очень красивая брошь-букет, совершенно очаровательная, металл с эмалью, на ней есть маркировки сзади, но я не могу их прочесть, они настолько невнятные, такие нечеткие, а я небольшой, не настолько специалист, чтобы по таким, знаете, примерным буквам понять, разобравши несколько букв, понять, что это за компания, ну, как бы несколько слоев, несколько слоев этих букетиков, цветочков, 3D это называется. Так, пойдемте дальше, вот такая вот очень красивая, очень красивая, необыкновенная красотой брошь, а эта брошь не очень винтажная, она довольно новая, это брошь фирмы Avon, и сделана на 120-летний юбилей, по-моему, фирмы Avon, кто бы мог подумать, что фирма Avon 120 лет, ну, так здесь написано, Avon 120-летний юбилей, потрясающий красотой брошь, прям сапфиры с алмазами, но, конечно, это нет, я тоже нашла их очень много онлайн, их продают, я точно не знаю, какого она года, но, во всяком случае, вещь, как бы, известная, можно ее найти в каталогах каких-то, но, дело в том, что я видела, что их очень много продают, продают за разные деньги, продают от 20 до 50 долларов, тоже, в общем-то, ну, судя по тому, как много их продают, я думаю, что она не имеет особо такого большого, большой ценности, большого значения, следующая брошь, просто супер красота, красота красотой, красота невероятная, я не нашла тоже такую подобную в интернете нигде, сиреневые такие, в общем-то, ну, красота жуткая, причем, я думаю, что она тоже винтажная, судя по задней стороне, судя по иголочке, в общем-то, можно сказать, но нет маркировок, и не нашла я ничего подобного, но, в принципе, она настолько красивая, что мне, в общем-то, даже особенно не важно, старинная она или нет, еще одну купила я брошку, тоже, я думаю, что она современная, у нее все время расстегивается вот эта булавка, мне надо ее как-то немножко починить, тоже очень красивая, тоже не нашла ни маркировок, не нашла ни описаний, но вот такие сиреневые камни с жемчугами, золотая, можно и вот так носить, наверное, можно вот так, я не думаю, что она винтажная, я думаю, что она более современная, но потрясающе красивое сочетание, и вообще красивый брошь, и последняя вещь, что я купила, я купила сумочку, тут я девочке немножко, ну, как бы я знала уже, когда я покупала, что это не то, что я думаю, я увидела ее, я влюбилась абсолютно, и больше того, потому что я решила, что это винтажная вещь, потому что выглядит она вот таким вот образом, очень винтажная, вот так вот она открывается, как шкатулка, видите, у нее вот такая вот крышка, и вот открывается она вот таким вот образом, не смотрите на эту этикетку, я сама ее вижу, я сейчас вам расскажу, чепочка, в общем, вся она отделана бисером, также вот она захлопывается, видите, вся она отделана бисером, и потрясающая вот эта вот застежка, конечно, вела меня в заблуждение, я решила, что это винтажная вещь, потому что есть винтажные сумочки, вот именно вот такого фасона, вот, который вот так вот закрывается, открывается, вот с такой вот крышечкой, знаете, как коробочкой, ну, как бы я в магазине, когда ее увидела, я сначала вцепилась в нее, увидела, что она стоит 7 долларов, и подумала, вариант, если бы она была настоящая винтажная, она бы стоила дороже, наверное, и заглянувши внутрь, я увидела здесь этикетку, которая говорит о многом, она не написана, сделана в Китае, понятно, что это никакой не винтаж, но я все равно ее купила, потому что она выглядит, как винтажная, и, как бы, по моим эстетическим пристрастиям и вкусам, она мне очень подходит, и очень мне понравилась, да, не винтажная, но выглядит, как винтажная, и мне очень она понравилась, у меня ничего такого подобного нету, причем сделана она прекрасно, несмотря на то, что это Китай, вот эта вышивка бисером, сделана очень качественно, ничего не обваливается, не отламывается, от нее ничего не висит, в общем-то, она очень-очень милая, очень симпатичная сумочка, по-моему, все, девочки, я вам все показала, ничего не забыла, кажется, все, надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, что вам было интересно, обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, буду вам очень благодарна за лайки, если вам понравилось мое видео, и вы поставите мне лайк, а на сегодня все, увидимся в следующем видео, люблю, целую, с вами была ваша Дита, привет из канала, и пока-пока-бай! Субтитры сделал DimaTorzok,